Бархат, циколиус и резинья кохия за цветами для рязанских клум пока ухаживают в теплицах. Сейчас растения пикируют, высаживая из общей массы в отдельные ячейки с плодородной почвой. А еще удобряют и обрабатывают от вредителей. И хотя в теплицах поддерживают комфортную для растения температуру плюс 20 градусов, помещение все же проветривают. Это необходимо для того, чтобы приспособить цветы к перепаду температур, рассказывают агрономы. Деление уже от большой грядки растений в отдельную ячейку, чтобы она лучше развивалась, и лучше была корневая система, и оно росло свободнее, и так удобнее сажать в город уже. Когда отдаем вот кассету, каждый цветочек получается отдельно, его берут рабочие и сажают в грядочку. Красный и зеленый колеус украсит Первомайский проспект, Петунья, Герани, Фестука, Площадь Победы. А бегонии высадят в клумбах сквера недалеко от вокзала «Рязань-2». В этом году на клумбы города будет высажено около 15 видов растений, в том числе и многолетники, то есть розы. На данный момент уже посеяно и распекировано около 430 тысяч рассады. У нас существует утвержденный план посадок, в котором расписано количество цветов и виды цветов на определенные клумбы. В первую очередь будут высажены клумбы по Первомайскому проспекту, площадь Победы, Рязань-2 или сквер художников, по-другому называется, ну и возле памятников. Посадят цветы и в парках нашего города. Работы по благоустройству и озеленению начнут в первых числах мая, чтобы на День Победы расцвели все городские клумбы. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».